Каким будет грядущее лето, теплым или холодным, однозначно сказать нельзя. Однако нет никаких сомнений, что в погожие деньки ивановцы отправятся загорать на городские парки, поближе к водоемам. Официально купальный сезон откроют 1 июня. До этого все места для отдыха на воде должны быть тщательно проверены на соблюдение требований безопасности. Во всех парках обработана территория против клещей, выкашена трава. Во всех парках очищено дно в местах для купания. Укомплектованы спасательными средствами лодочные станции. Ну, то есть парки готовы к приему. За несколько дней до открытия купального сезона Ивановские парки проверяет комиссия совместно с представителями МЧС. Спасатели смотрят, установлены ли информационные стенды, оценивают качество пляжа и проверяют наличие заградительных буйков. В парке Степаново инспекторы нарушений не выявили. Руководство выполнило все предписания. Впрочем, как ни крути, безопасность отдыха напрямую зависит от самих посетителей. Непосредственно при отдыхе на воде, если мы берем купание, то это купание только в специально отведенных для этого местах, потому что в местах неорганизованного купания, как правило, не осуществляется дежурство спасателей, которые могут оказать первую помощь. Также не обследовано дно, соответственно, там на дне могут быть посторонние предметы, которые могут причинить вред человеку, его жизни и здоровью. Еще один излюбленный вид отдыха на водных просторах – катание на весельных лодках или катамаранах. Во всех городских парках Иваново в купальный сезон работают лодочные станции. Взяв на прокат плавательное средство, нужно помнить о правилах безопасности. В лодке должны быть спасательный круг и жилеты. В случае ЧП специалисты рекомендуют не волноваться и ждать помощи спасателей. Пренебрежение правилами поведения на воде чревато трагическими последствиями. Если купаться в неположенном месте или уплывать на лодке слишком далеко от поста спасателей, подмогу можно не дождаться. Кроме того, руководству парка вправе оштрафовать непослушных отдыхающих за нарушение требований. Что касается мест купания, то устанавливаются тоже ежегодно аншлаги, где четко прописаны участки, где можно купаться, где нельзя, где запрещено. Устанавливаются также ежегодные правила, выставляется флаг, подтверждая, что купальный сезон открыт, либо черный шар, если купание запрещено. К счастью, за последние годы никто из отдыхающих на организованных пляжах не погиб. Однако в оперативных сводках каждое лето появляется информация об утонувших. Все они плавали в местах, для этого не предназначенных, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.